Ну, а говорить о кино просто смешно, если вы возьмете там Гайдая, Рязанова, Тарковского. Ну, о чем сейчас можно разговаривать? О сериалах? Даже лучший сейчас режиссер Звягинцев, он очень камерный, он очень такой скупой и по воздействию, и по, собственно, художественным средствам. В общем, большой культуры, то есть той, которая что-то формирует, к которой серьезно относятся и так далее, ее сейчас просто нет. Ее никогда не было, ни разу не было, начиная с 90-го года. Кстати, в этом смысле история, допустим, Рязанова очень характерна. Когда произошла, так сказать, демократическая революция 91-го года, Рязанову было 64 года. Это возраст, когда только работать для режиссера. Он сделал последний, более или менее хороший фильм «Небеса обетованные» и все. Дальше он просто себя пародировал, лучше бы не позорился, как говорится. Значит, дело не в его личном оскуднении, не в том, что он сам потерял креатив, способность делать, не в том, что ему денег не давали, а в том, что что-то изменилось в воздухе, изменилось таким образом, что некому было не делать серьезные фильмы, не смотреть серьезные фильмы. Единственный фильм, который стал таким большим социальным событием, знаковым событием, это фильм «Балабанова брат, но и брат 2». Вот Балабанов сумел уловить, сформулировать идеологию эпохи, идеологию того времени. Но за 25 лет один фильм «Балабанова», ну полтора фильма, это, конечно, ничто по сравнению с тем, что было в Советском Союзе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!